Четырехмесячные щенята смотрят на посетителей с опаской и осторожностью, а вот совсем малыши наоборот, смело обнюхивают и даже пытаются поиграть с гостями. Половина этих собак прибыли в Перворальский приют из Бесерти. Волонтеры сейчас активно ищут для них временную передержку. В приюте таким крохом выжить очень сложно. У нас большое скопление животных и детские организмы ослаблены, тем более, которые недополучали питательных веществ. Очень сложно справляться с приютской жизнью. Справляться с трудностями приютской жизни ежедневно приходится и четвероногим обитателям, и самим волонтерам. Сейчас у общества защиты животных на попечении почти 250 собак и около 200 кошек. Им всем нужно как минимум двухразовое питание, а нередко и медикаменты. Все это очень недешево, переживают волонтеры. Мы не справляемся с объемом работ на те средства, которые нам удается собрать. Поэтому мы стараемся заработать как можем. Заработать, ну в кавычках, понятное дело. То есть мы уже на протяжении лет семи, наверное, макулатуру сдаем. И у нас в городе не так давно появился пункт приема пластика и переработка. Я с ними связалась, они мне одобрили мою идею. У входа на территорию приюта волонтеры установили самодельный бэк-пак. В него собирают пластиковую тару, которая потом будет сдана в пункт приема. Все вырученные деньги пойдут на нужды пушистых обитателей приюта. Кроме этого, общество защиты животных ведет уже привычный сбор макулатуры. А недавно появилась и еще одна потребность – старые автомобильные шины. В них мы устанавливаем тазы и ставим рядом с будками для собак. Там мы наливаем воду, и собаки в доступности всегда могут попить воды. У нас была вечная проблема, что собаки переворачивают свои поилки. И поэтому пришли к выводу, что такой агрегат будет очень удобен. Старые шины, пластик и бумага – такому вторсырью в приюте будут рады, поясняют волонтеры. И добавляют, их подопечным всегда требуются корм, крупы, медикаменты, подстилки и игрушки. А самое главное – каждой собаке и каждой кошке необходим свой дом и любящий хозяин. Кристина Сепьева, Сергей Шемет, Интера ТВ